Рекламно-информационная программа. Как всегда, традиционно сразу скажем, что это приглашение на выставки, приглашение на концерты, это книги и много всего интересного. А вот теперь поподробнее о концертах, вернее, о серии концертов, которые пройдут в Вятской филармонии. И о них будут сегодня рассказывать, о том, что это все значит. Во-первых, Александр Чубаров, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, заслуженный артист России. Александр Николаевич, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Еще один наш гость Сергей Семешкур, солист Мариинского театра. Сергей, добрый день. Добрый день. Очень рада вас приветствовать вдвоем в нашей студии. Такое большое культурное событие грядет в нашем городе. Называется это «Земляки. Возвращение на Вятку». Фестиваль, который будет проходить в филармонии, начнется он 17 сентября, уже послезавтра, в это воскресенье. И продлится это до 2 декабря сего года. Очень такое масштабное мероприятие. Мы прочитали, что именно Александр Николаевич является автором этого всего, правильно? Вместе с руководителем симфонического оркестра, с Константином Московым. Это как вы так придумали? То есть это как бы ваша инициатива, да? Конечно, конечно, да. Как вы так придумали? Сели или ходили, не знаю, гуляли? Или просто соскучились по людям, чтобы не привести старых знакомых? Да, соскучились мы давно. Собственно, оркестр, во всяком случае, наш оркестр народных инструментов, мы давно такие концерты проводим. Ну, единичные, так скажем, ребята приезжали, наши выпускники, но в такое значимое какое-то событие не получалось. А тут вот что-то родилось, и я считаю, что это замечательная инициатива, идея, пять концертов. И я надеюсь, что... Давайте даты сразу обозначим. Ну, может быть, программа перед глазами. Программа перед глазами. Первый концерт пройдет 17 сентября, как вы сказали, послезавтра уже будет выступать Вятский оркестр народных инструментов. И концерт называется «Три вятских тенора». Один из них в нашей студии сейчас, чуть позже к Сергею. Чуть позже вернемся к этим нашим ребятам. Второй концерт 29 октября, Вятский симфонический оркестр с нашими же выпускниками и представителями из... Теперь живут в Риге, в Латвии, в Санкт-Петербурге. Я сейчас не буду называть, все равно немножко забудется, наверное. А потом поближе... Это все можно в интернете найти, собственно, программу. Я думаю, что да, на сайте филармонии должно быть. 12 ноября приезжает наша замечательная певица Татьяна Симушина, народное пение. 30 ноября Вятский камерный оркестр выступает с солистами. И мне особенно приятно сказать, что дирижировать будет этим оркестром наш выпускник, баянист, кстати, лауреат международных конкурсов, ныне москвич Игорь Макеров. И пятый концерт 2 декабря, как вы сказали. Завершающий уже. Завершающий, да. Ну, приглашаем всех, это будет действительно очень интересное событие. Я надеюсь, что пройдет все здорово, и мы на следующий год сможем продолжить. Ну, вот именно такой формат, именно этот фестиваль под названием «Земляки. Возвращение на Вятку» он впервые, да? Впервые. Впервые в этом году, и в этом эта уникальность. Системно так, и я считаю, что очень представительное должно быть очень здорово. Итак, Сергей Семешкур, солист Мариинского театра, один из трех теноров, который уже представит свое творчество послезавтра на сцене филармонии. Сергей, вы один из тех земляков наших, которые согласились принять участие в фестивале. Вы родились в нашем городе. Можно год озвучу? Да, конечно. В 1978-й родились в нашем городе, закончили Нижегородскую консерваторию, ну и так далее. По ступенькам, по творческому пути оказались в Мариинском театре. Вы, на самом деле, личность очень известная, конечно, в музыкальном мире. Как-то немножко даже вот трепет сейчас охватывает. Быстро согласились? Как вам поступило это сообщение, приглашение? Ну, была репетиция в Мариинском театре, и Александр Николаевич позвонил мне, сказал об идее создания этого фестиваля. И я с большим удовольствием согласился принять участие, потому что для меня это всегда очень, во-первых, трепетно, во-вторых, очень, я бы даже сказал, престижно приезжать на свою родную вятскую землю. Часто вообще приезжаете? Стараюсь, часто. Родные живут здесь? Да, у меня родители. Фамилия, извините, на Вятске очень знаменитая. А мы, кстати, да, еще час назад гадали, что же значит фамилия Семишкур? Может, поделитесь? Что-то значит. Что-то, наверное, значит. Нет, просто происхождение, что как бы такая нетипичная вятская фамилия. У Николая тоже связь есть своя личная. Нет, я просто учился, когда... Ну, во время учебы, да. Да, 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 там, преподавал Семишкур, старший. Семишкур старший? Да, Семишкур старший. А сейчас уже не поймешь, кто тут старший, кто очень старший. Тут такая династия возникла. Ну, у Сергея, кстати, тоже уже есть продолжение. Вот я почему и говорю. Да, у меня ребенок тоже занимается музыкой. У меня вопрос к Александру Николаевичу. Александр Николаевич, смотрите, вот три тенора, да, все заняты в своих проектах. Вот с датой, с согласованием, наверное, хлопотно было. Да, не то, что хлопотно. Давайте перед этим озвучим все-таки этих трех теноров. Кто у нас? Сергей Семишкур уже. Сергей Семишкур, да, солист Мариинского театра, солист хора Сретенского монастыря Валентин Хмелев, выпускник дирижерского хорового отделения колледжа и потом выпускник Академии имени Гнесиных. И третий участник, солист ныне ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, Алексей Скачков, выпускник вокального отделения и выпускник Академии имени Гнесиных. Вот три парня наших. Невероятно сложно было договориться и по дате, и препятствия продолжаются. У ребят очень плотный график. Вот я просто счастлив, что хоть Сергей один у меня приехал. Заранее мы с ним можем. На самом деле, правда, очень как-то немножко даже беспокойно, но я думаю, что все будет хорошо. То есть все съедутся? Съедутся, да. Дай-то Бог, конечно, потому что, на самом деле, представить себе, потому что люди все заняты. Даже здесь во время репетиции приходят приглашения, а вот и рад бы, может быть, да? Сергей, для вас что-то особенное есть в этом выступлении на родине? Какие-то особые эмоции, чувства? Ну, конечно. Или так уже вот? Нет, на самом деле я всегда очень отношусь ко всем выступлениям, где бы то ни было, или за границей, или там по России, или вот как раз приезжая, когда в Киров, всегда отношусь очень с таким, с большим... Ответственностью. С ответственностью, да. Вот, поэтому и сюда, когда на концерт придут наверняка мои педагоги, которые меня учили, и... И те, кто с вами учился вместе, то за мной учился, да. То есть это всегда очень трепетно, ответственно. Еще вопрос ведь такой же. Ладно время, а по репертуару тоже ведь надо же все это согласовывать было. Да. Чтобы три-то тенора... Какие произведения прозвучат. И как это происходило? На ваш выбор было, или это у нас предлагалось? Предлагалась. Программа очень разнообразная, и там будет представлено очень много всяких различных жанров. Это и классическая музыка, это и из опер, Деницетти, Верди, Пучини, такие произведения. Также это будет народная музыка, это будут неаполитанские песни итальянских композиторов, это будут, наверное, еще с советского плана. Советские, а что именно? Эстрадные какие-то композиции или что? Ну, так как бы, не знаю. И советских классиков. Но советская песня, это, в принципе, уже классика, да? Я хотел, чтобы... Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодец. Ну, почему ты сразу сюда? Ну, нет, почему? А Александра Пахмутова, Зачарованная Афанасьев, Гляжу, в озера синие. Ну, и классика, классическая песня. Красивая, великолепная музыка, отличная. На самом деле, разнообразная, очень разнообразная программа, и я думаю, что слушателей будет очень интересно. А как-то сформировалось вот именно эти произведения? То есть как-то согласовывать приходилось со всеми три ребят? Ну, инициатива-то все-таки от меня, что... То есть вы делали некую подборку, да? Некая концепция у меня вот была. Мне хотелось, чтобы ребята спели, хоть они и в разных совершенно коллективах, но они же все академисты все равно прошли академическое образование, поэтому получили. Поэтому мне хотелось, чтобы они представили по зарубежной арии, зарубежных композиторов, арию российских композиторов, русских, и неаполитанские песни, как такая классика. Без этого нельзя. Для ветеранов классика неаполитанская песня, конечно. Без этого нельзя. Ну, и русские народные песни. Ну, а Валентин Хмелев, он со своей тут в данном случае инициативой выступил, у него и ноты есть. Это немаловажно тех произведений, которые он захотел испеть. И вот он предложил «Гляжу в озеро» и «Зачарованная даль». Просто потрясающая музыка. Мы привыкли, что это поют обычно женские голоса «Гляжу в озеро». А вот он поет здорово просто. Остальные все, я просто уверен, что всем понравятся. И действительно программа разная на все вкусы. А перей-то даже будет еще. Да, еще даже кусочек. Я так понимаю, времени для репетистики много. Петь-то придется практически с листа, получается? Нет, ну почему? Репертуар на пет. То есть мы все... То есть каждый свою партию уже ознакомился, знает, да? Ну и, конечно, определенное, как сейчас модное слово, фишкой будет то, что ребята будут петь вместе, втроем. В том-то и дело, что они будут петь вместе. То есть у каждого своя партия. Конечно, а как? Ну ты видел же концерты вот такие. То есть полноценное трехголосье. Разложено все это. Там Ильдива пятеро поют, значит. Здесь три тенора, трое, здесь тоже трое. Так что они будут петь, конечно, а как? В этом же их вся фишка представь. А была задача как-то, не знаю, по-особенному, чтобы что-ли раскрыть ребят наших земляков? Вот что-то такое подкинуть им, чего они еще не делали? Или уже мастеров такого уровня уже ничем не удивишь, никакими заданиями? Да нет, наверное, такой не было задачи. Каждый будет показывать то, что умеет. У каждого силового будет свои три минуты славы, да? Чтобы показал весь свой голос. А капельная-то будет, да, какая-то своя сольная партия? А капельных в этот раз не будет. Ну, вы знаете, мы же только начинаем еще фестиваль. И у нас еще много впереди, я надеюсь, будет. И в один концерт, поверьте, что это очень сложная задача в один концерт, как бы определиться, что же петь. На самом деле музыки море. И у меня это очень... Ну, надо, видимо, от публики отталкиваться. Для руководителя, вот для меня, она большая проблема. Как сделать все-таки компактно, и чтобы было по-разному и интересно. И приходилось многое, как сказать, отметать, на чем-то останавливаться. А, кстати, согласовывать с авторами произведения нет? Нет, не нужно этого ничего. Можно ли исполнить на концерте? Нельзя ее исполнить, хорошо. Все, собственно, еще раз давайте повторим, перед тем, как уйти на небольшую паузу. Послезавтра, 17 сентября, Вятская филармония. Три тенора, концерт, наши земляки, начало? 17. 17. В 17. Адрес филармонии, можно не говорить. Ну, на всякий случай можно. Улица Ленина, 102 Б. Да, да. Давайте небольшую сейчас паузу сделаем. У нас в гостях культпоходе Александр Чубаров, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, заслуженный артист России и Сергей Семешкор, солист Мариенского театра. Продолжим через полминуты и уже начнем розыгрыш. 211-101. Будьте внимательны. Культпоход. Фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку» начинается послезавтра в Вятской филармонии. Первый концерт в рамках этого фестиваля. Три тенора. У нас в гостях Александр Чубаров, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, заслуженный артист России и Сергей Семешкор, солист Мариенского театра. На самом деле у Сергея там тоже послужной список имеется. Лауреат, победитель и так далее. Итак, мы сейчас будем приступать уже к розыгрышу. Поэтому гости у нас, как обычно, пришли с билетами. Озвучите, пожалуйста, Александр Николаевич, что вы принесли. Сергей. Приглашение, билет на два лица на концерт послезавтра. Послезавтра. Состоится, да, в 17 часов начало. Три тенора, хорошо. Три тенора. Ну и меня также. У вас тоже три тенора. Итого у нас три билета. Три билета. Три билета на шесть теноров. Три билета на шесть персон и все это послезавтра. Отлично. 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 Мы с Николаем сейчас озвучим, что у нас еще имеется. Пригласительный на двоих, на две персоны, опять же, в кинотеатрах смена. Если хотите попасть именно на кинопоказ. Далее есть у нас книжки. Если у вас есть возможность, зайти на сайтах kirva.ru, посмотреть видеотрансляцию. Николай сейчас в камеру показывает. Это книжка «Скептик» Майкла Шермера. Оригинальный взгляд на мир. Это сборник из 75 колонок и Scientific American за последние несколько лет. Остромно, интеллектуально, интересно. Разница между наукой и лженаукой. И необходимость бороться с суевериями и заблуждениями. Михаил Лобковский, автор следующей книги. Называется она «Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Это, видимо, тренинг какой-то, да? Книжка тренинга. Ну, это книга психолога, да. Книга полезных советов. Они помогут каждому обрести свое счастье. Ну, надо, конечно, сказать, что эту и другие книги можете купить в магазине «Читай город». По адресу Преобразанская, 65, это торговый центр театра. Либо Ленина, 103, торговый центр Крым. И это не все далеко наши призы. Есть еще пригласительный билет в городской зоологический музей. И вдвоем вы сможете туда попасть по одному билету. Билеты у нас есть в областной краеведческий музей на выставку Ван Гога. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Билет на выставку Салтыковская осень до музея Салтыкова-Щедрина. Это все начались выставки уже сейчас. Еще один концерт будет, ну, это уже за рамками, собственно, фестиваля «Земляки возвращения на авиатку». Имеется в виду концерт в филармонии известного гитариста, да, Гаррета Пирсона, 2 октября в 19.00. Это билет на одного человека. На одного человека. Ограничение 12+. Да, и у нас еще есть сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки. Сертификат на одного человека. Да, кстати, школа... Открывается новый учебный сезон. Это место, где люди занимаются творчеством, находят новых друзей. Там могут научить вас и петь, и играть на разных музыкальных инструментах, выступать. В общем, и будет интересно. Да, и запись по телефону на занятия в данную школу 42-11-35. Итак, переходим к нашим вопросам. 211-101. Договорились мы, что Сергей будет озвучивать первый вопрос. Да, ну, смотрите, вот если, например, у нас называется концерт «Три тенора», да, и мы... Три вятских тенора, да. Ну, чтобы не путали, да? Три вятских тенора. И мы проводим такую аналогию между... Такой параллель между тремя знаменитыми тенорами, которые участвовали в концертах различных. Это было и в Риме, и в Лос-Анджелесе. И у меня вот такой вопрос. Три тенора. Я озвучу двоих, и слушатель должен... Дозвониться и назвать третьего. Первый – Лучано Поворотти, знаменитый тенор итальянский. Второй – Плач, это Доминго. Испанский тенор. И кто же был третий в этой тройке? Он был третьим в тройке трех великих теноров. В Поворотти. Третий – тоже испанский тенор. И еще один. Имя у него такое типичное испанское. Типичное испанское, да. Типичное испанское, совершенно, да. Типа, как у нас Иван Иванов, да? Вот примерно так же, да. Иван Иванов. Ходит ночью без штанов. 211-1. Ждем вашего звонка. Очень легкий, на наш взгляд, вопрос. Назовите третьего знаменитого тенора, всемирно известного, который является частью этого трио. Являлся, точнее, трио. Являлся, да. Мне кажется, буквально два города, по-моему, назвать проще города крупные, где они не выступали. Они ведь весь мир объявили. Они везде, да, выступали. А, кстати, Сергей, это ваш первый опыт участия в трио теноров? Или уже было что-то? Уже было. Было? Да. Где выступали? Было это во Владивостоке. Это было где-то лет пять назад на открытом воздухе. Это уже был приурочен к Дню города. Меня пригласили. И вот там был такой... На День города. На День города, да. То есть хороший... Open air, да? Open air, да. Хороший вкус музыкальный у владивостокцев. В Владивостоке, да? Да. Именно теноров пригласить выступить. А, кстати, когда они поступали из нашего города предложения? На День города выступить? На День города у нас, да. Я приезжал, да, в том году и выступал в драматическом театре. Был концерт, посвященный Дню города. Приезжал со своей супругой Екатериной Соловьевой, тоже солисткой Мариинского театра. Она тоже пела? Она тоже пела, да. Классно. То есть приглашение было такое, да. А, интересно. Ждем ваших звонков 211-101. Вопрос от Сергея Семешкура по поводу всемирно известного трио теноров. Прозвучали фамилии двух исполнителей. Повороте Доминго и кто же третий. Ждем вашего звонка 211-101. Давайте еще немножко поговорим о фестивале «Земляки. Возвращение на Вятку». Ну, все-таки надеетесь, да, на внимание зрителей? Конечно. Потому что придут и оценят. Я очень надеюсь. Я верю в то, что действительно, во всяком случае, на первый концерт такой ажиотаж есть. Ну, вы в кассу-то заглядывали, смотрели уже, как билеты-то продаются? Я в кассу не заглядываю. Там служба работает, отслеживает. Но информация-то есть? Есть, конечно. Ну, колледж в полном составе придет обязательно. Я думаю, что не только действующие учащиеся и преподаватели, но и все, кто там был и был. Конечно, конечно. Ну, это... Ну, ведь знают про наших ребят и знают, что они хорошо поют. И у нас последние концерты все замечательно проходят, поэтому... Ну, наконец-то угадали у нас третьего тенора. Добрый день. А может, не угадали? А сейчас узнаем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Меня Алена зовут. Алена, в повороте до Минго. И кто третий? Я думаю, что Карерас. Совершенно верно. Минго, вы угадали. Никогда, что вы опережаете? Да, правда. Ну, Хаса Карерас. Ну, сам же сказал, как Иван Иванов. Ну, что Иван Иванов. Ну, то, что вы никогда не забыли. Совершенно правильно. Ну, все верно. Все верно. Да, я вас поздравляю, Алена. Отлично. Спасибо большое. Счастливый обладатель билета. Нет, она сейчас будет сама выбирать. Ну, видимо, путь вам завтра как раз-таки напрямую на трех теноров. Нет? Да нет, я очень хотела бы, очень хотела бы книгу. Какую? А вот, которую я хочу и буду. Хочу и буду принять на себя. Михаила Лобковского. Психологический тренер. Любить жизнь и стать. Счастливым. Ну, Анна, это ваш выбор, Ален. Ну, что ж. Я думаю, одно другому не мешает. И после такой книги можно и на концерт сходить. Да, вот прямо чувствуется. Спасибо большое, что позвонили. Ответ ваш был правильный. Поздравляем. Здравия. Николай Трубочку вам расскажут, как получить ваш приз. Александр Чубаров, следующий вопрос. Дорогие друзья, такой музыкальный вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, как называется нотная запись музыкального произведения, всех голосов музыкального произведения для хора или оркестра? Вот одним словом. Да, одним словом. Там написано-то много чего. Там-то? Да, вот про что мы спрашиваем, написано много чего. Много-много строчек. Моты и так далее. Одно слово. Это у меня, когда я служил в оркестре в Советской армии, была такая, типа, наряда вне очереди, значит. Писал для дивизора партитуры из голосов. А там на духовой инструмент, на прищепочку, да, ведь как-то? Вот это все. Так нет, почему у всех пульты есть? Ну что ты зачем? А пульты? Когда сидишь, что? А так на память, извините. На память? На память, конечно. А как же еще? Алло, добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Олег. Да, мы узнали вас, Олег. Как называется? Мне кажется, это партитура. Совершенно верно. Олег, поздравляю. Слушай, ну, сегодня угадывают прямо сходу. Выбирайте призы. Если можно, на концерт пианиста. О, гитариста. Гитариста. Так что, гитариста, отлично. Земляки у нас пока не пользуются спросом. Ну, Гаррет Пирсон, он не часто заезжает. Земляки, как выяснилось, бывают в городе еще. Так, это билет на Гаррет Пирсона на одну персону. Персон, персона. Тут как-то совпало, да. Персон, персон. Николай, дей трубочку, объяснят, как получить у вас билет. Хорошо, продолжаем играть. Сейчас, видимо, немножко современный. Да, чуть-чуть современный музыкант Николай Голикову вопрос. Перейдем от киноров к контральту, да. Я просто попрошу включить маленький фрагмент, потом объясню, почему именно он. Это голос звучит Эмми Вайнхаус, контральта. Не тенор. Дело в том, что вчера, 14 сентября, эта певица могла отпраздновать свое 34-летие, но, к сожалению... Не отпраздновала. Не отпраздновала, потому что в 11-м году она нас покинула. Это одна из самых удачных исполнителей из Британии, то есть она очень мало успела сделать за свою короткую жизнь, но то, что она сделала, просто феноменально. То есть список призов, наград и всего возможных почестей он занимает больше половины статьи про нее. В том числе после выхода своего второго альбома Back to Back она попала в книгу рекордов Гиннесса, потому что она стала первой и единственной британской исполнительницей, которая получила сразу столько премий Грэмми. Вопрос простой. Сколько премий Грэмми она получила с альбом Back to Black? И три варианта ответа. 5 Грэмми, 3 Грэмми или 7 Грэмми? Тот, кто ответит, тот получит на следующий приз. 3, 5 или 7 Грэмми получила в Вайнхаус в 2008 году. Ну, для такого возраста достаточно солидный результат. А я вижу правильный ответ уже. Что, что вы не найдете? В Википедии он. А ты не подсказывай людям, куда смотреть. 211-101. Ну, мы напомним, что у нас такие правила существуют. Первый неправильный ответ мы пропускаем, мимо ушей, если вы не попадаете в цель. Тут, по-моему, человек себе уверен раззвонить сразу. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, сколько же Грэмми получила молодая юная Эми Вайнхаус в 2008 году? Я думаю, что максимально 7. Мы сделаем вид, что не слышали. Да, у вас осталось 2 варианта, 3 либо 5. Очень хочется. Ну, так панель и пропал сейчас. Да, ну давайте 5. Вот, ребята, кто же в книгу рекордов Геннесса попадет. Конечно, 5 Грэмми она получила практически вот в один миг. Что бы вы хотели получить за ваш правильный ответ? Я не сначала слушаю передачу, да, к сожалению. Пойдете на концерт 3 тенора послезавтра в филармонии? Мне нужно 2 дочек отправить куда-нибудь. Я, как правило, когда выигрываю. 2 дочек это просто прекрасно. Я всегда им отдаю все призы. Так, ну давайте покумехаем. А какой возраст у дочек? 17 и 18. 3 тенора? Почему бы нет? Филармония послезавтра в филармонии в 17.00. Это фестиваль «Земляки. Возвращение на вятку». Вот один из теноров, Сергей Семешкур, солист Мариинского театра у нас в студии. И к нему еще присоединятся двое замечательных парней. И они там будут исполнять великолепное произведение. На двух девочек, да? Да, они вдвоем смогут попасть. Давайте с удовольствием. Все, договорились. Вот это совершенно правильный выбор. Договорились, Даня. Вам расскажут, как получить ваши пригласительные билеты. Так, следующий вопрос я задам или на рекламу? На рекламу пойдем, говорит наш звукорежиссер. Давайте прервемся. Культ поход. Сегодня в культ походе мы презентуем вам музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на вятку», который начинается послезавтра в Вятской филармонии. Первый концерт это «Три тенора». 17 сентября, начало в 17.00. У нас еще есть в розыгрыше два пригласительных на две персоны на это мероприятие. Ну и к тому же есть еще у нас призы. Давайте, Николай, быстро пробежимся. У нас есть пригласительные на двоих кинотеатр «Смена». Еще одна книга от магазина «Читай город. Прекрасный скептик. Рациональный взгляд на мир». У нас остались пригласительные билеты в городской зоологический музей на две персоны. Пригласительные билеты на выставки областного краевического музея. Это на выставку «Ван Гога» одна персона, так сказать, и «Латыковская осень» на две персоны. А также все, по-моему. А также все. А, еще, конечно, да, у нас еще сертификат на четыре индивидуальные занятия в школе современной музыки. В школе современной музыки. Все, до меня дошла очередь вопрос задавать. У меня сейчас небольшой отрывок прозвучит такой вопрос с подковыркой, за позволение. Назовите имя, фамилию человека, голос которого вы сейчас услышите. А, тенор, тенор, тенор. Уже как ни странно звонят. Подковыркой вопрос. Уже как ни странно звонят. 211-1, алло. Я думаю, это лучше на повороте. Ой, ну что вы. Это хороший комплимент был, да. Давайте, как будто мы сейчас не слышали. Слышали, да. Этот человек сейчас находится рядом с нами в студии. Алло, не пропадайте. Да, 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 да. Он в этой студии находится. Этот человек родился в городе Кирове. Да, да, да. И будет играть в скором времени в Глядской филармонии. И хочу, пользуясь моментом, я дирижеру... Александру Николаевичу. Да, Александру Николаевичу передать огромную благодарность. Я 13-го числа слушал, как играл весь оркестр. Это было феноменально. Особенно мне понравилось, когда между... Там были четыре... Хорус-квартет. Хорус-квартет. Да, да, да. И потом они между ними играли в такое соло, в таком джазовом стиле. Очень понравилось. Я не думаю, что русские народные инструменты играют так феноменально. Ну, а ответ-то на вопрос, чей голос? Понимаешь, я думаю, что человек уже заслужил приз, потому что он похвалил Чубарова вовремя уже нехорошо. Ладно, стой. Столько комплиментов сказал. Я без труда нашел в интернете просто отрывок одного из выступлений Сергея Семешкура. Вот, пожалуйста, выдавал его в эфир. Уважаемый слушатель. Сергей, вы себя узнали, он как-то так... Вы слышали голос Сергея Семешкура, это к понятию того, что будет происходить в филармонии 17-го числа. Вы понимаете, какого уровня певец у нас будет выступать? Что хотите получить? Ну что, пойдете послезавтра на трех теноров? Нет, я сейчас мне девушка хотел в кино пойти. В кино хотели пойти, да. В смену пойдете? Смена, пригласительный билет на две персоны. Он ваш, не клади трубочку, вам объяснят, как вы его получите. Следующий вопрос от наших гостей. Александр Николаевич. Дорогие друзья, в конце 19-го века, а точнее 20 марта 1888 года в Санкт-Петербурге состоялось выступление так называемого «Кружка любителей игры на балалайках». Оно ознаменовало собой открытие нового стиля в музыке не только России, а и в мировой музыке. Назовите, пожалуйста, фамилию человека, который является родоначальником или основателем этого ансамбля, а позднее и оркестра русских народных инструментов. Фамилия. Варианты? Даем, не даем? Я думаю, что может быть так. Подождем. Может быть у нас сходу золоток дозвонится. Потом я назову. То есть это вольфпинтоне не так давно произошло, 88-й год. В следующем году 30-летие будет отмечаться. 130-летие. 130-летие, да, это великое событие было, и действительно этот человек перевернул, как бы, изобрел. Вообще отношение к народным инструментам, да. Ну, вообще, это как бы изобретение своего рода, гениальное совершенно. То есть вот как раз 130 лет назад было положено начало этому направлению, такого, да, в нашей стране? Когда именно? Так не только дело в том, что вот важность-то не только в нашей стране, это вообще вот как бы это в музыке. Я просто говорю, что вообще изменило отношение к народным инструментам, которые стали такими полноценными членами вот этой музыкальной жизни. Со своим особым звучанием и с подходом таким общемузыкальным, что ли, к делу. Это вот никто, никогда не спутаешь звучание ни с каким другим русского народного оркестра. В предмете муз-литературы-то это отражено, этот факт есть. Этому говорят ученикам музыкальной школы? Нет, это говорят ученикам музыкальной школы. Не так и много людей, которые стояли вот как бы у начала этого движения, поэтому я думаю, что ответ будет правильный. Ну, давайте послушаем. Принимай звонок, Володь. Алло, добрый день. Алло, добрый день. А, здравствуйте. Здрасте, давайте поактивнее, как вас зовут? Да, Вячеслав, Вячеслав. Вячеслав, ну, попытка ваша ответит. Плетнев. Плетнев, ну, это, к сожалению, не Плетнев, да? Нет, это очень даже не Плетнев. Вы как-то ошиблись. Может, еще? Ой, извините, больше не буду отвечать. Ну, хорошо. Все-таки варианты, наверное, Александр Николаевич следует дать. Ну, давайте. Это Осипов, Андреев или Фомин. Осипов, Андреев или Фомин. Ну, вот уже полегче. Хотя я не уверен. 211-101. Ну, как обычно, мы первый вариант, если он будет неправильный, дадим вам еще одну попытку. А вот уже опять желающий. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Светлана, а я думаю, это Василий Васильевичем Трев. Совершенно точно. Вы совершенно Сибирь, я не слышал, что мы совершенно... Василий Васильевич, спасибо за ответ, это действительно так. Это гениальный человек, наш земляк, наш выдающийся личность в истории России. Что вы хотите, пойдете на трех тенов? Ну, конечно, пойду. Конечно, есть у нас еще пригласитель на двух персон, еще один, кстати, останется. Да, не кладите, пожалуйста, трубку, наш редактор вас пригласит. Наш редактор пригласит вас прийти и объяснит, куда именно. Еще раз. Еще немножко контр-альто, да, я попрошу еще Дениса включить маленькие фрагменты. Это снова был голос Эми Вайнхаус. Вот, мы уже сказали о том, что она ушла из жизни очень рано. Дело в том, что интересно получилось, что она ушла в таком возрасте, в каком ушли очень многие представители вот этой вот рок-культуры, и Джимми Хендрикс, и Дженнис Джоплин, и Джим Моррис, и Курт Кобейн, они все ушли в одном возрасте. И также есть такой термин, вот клуб и эта цифра. На английском, соответственно. Да, и по-русски тоже его так говорят. Так вот, вопрос такой. Все эти люди как бы составляют клуб 33, клуб 22 или клуб 27. Ага. То есть именно цифра, это возраст, в котором они ушли из жизни. Угу. 211-101. Есть даже такое магическое объяснение, что вот именно эти люди вот именно в этом возрасте уходят. Ну, есть некое внимание, да? Ну, да. Вот именно к этой цифре, такой мистической. Ну, да, так получается, что, да, очень известные люди уходят в этом возрасте. Уже есть желающие ответить. Да. Да, ну что, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, сколько было лет Эми Вайнхаус, когда она нас покинула? Ну, я так думаю, что это клуб в 28. Не, не, не было такого варианта. Было три варианта. 33, 22, 27. 27. Совершенно верно. Да, ей было 27 лет, она немножко чуть-чуть не дожила до 28-летия, просто она ушла летом. А, понятно. Вот. Так что, ваш ответ правильный. Что бы вы хотели получить? Ну, я хотел бы сходить на Ван Гога. На Ван Гога. Ну, это билет на одну персону. Да, пожалуйста. Пойдете один на Ван Гога. Выставка, кстати, очень замечательная. Она не наша, она привозная. Привозная. И там очень-таки грамотно сделаны современными технологиями копии картин. Пойдете? 69 получил. Да, пойдем. Пойдете, да, с нашим уточнением, что это на одну персону. Хорошо, не подойдите, пожалуйста. Не вводите трубочку, вам объяснят, как получится. Так, следующий вопрос с меня. Я, безусловно, готовился. И вот в честь того, что у нас сегодня Александр Чубаров, дирижер Равятского оркестра русских народных инструментов, я решил поинтересоваться, а как же звучат некоторые русские народные инструменты. Я вот сосредоточился на духовых инструментах. И сейчас мы услышим звучание вот одного из них. Ваша задача угадать или назвать. Как он называется? Как он называется? Вот интересно, Александр Николаевич сейчас узнает или не узнает? Если узнаете, не подсказывайте, пожалуйста. 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 Так, спасибо. Ну, я думаю, вопрос простой сегодня еще-таки. О, три варианта дать? Я думаю, не стоит. Давайте подождем. Мне кажется, это такой известный инструмент, что должно угадать сразу. Да, но он никак не на слуху, мне кажется. У него такое специфическое название. Да у него и название специфическое, у него и излучание специфическое. Можно спутать. Есть, да, есть похожие. Ну, давайте, вот я нашел это как, давайте, три варианта. Бабайка, жалейка, либо индейка. Вот один из этого, это верный ответ. Я думаю, что там уже без подсказок выбирали. Ну, вам-то понятно стало? Пробили, пробили. Так я сразу понял, конечно, знакомый очень. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Андрей Жигалин, видимо, с нами. Ну, да. Да, ну, Андрей, да, отвечай. Ну, я думаю, что это рожок, скорее всего. Рожок. Так я ж три варианта озвучил. А я вот прослушал, я как раз дозванивался, вот можешь повторить. Бабайка, индейка или жалейка? А, ну, жалейка. Жалейка. Жалейка? Конечно. Конечно, жалейка, да. Звук очень специфический мне кажется. Слушали жалейку. Жалейка. А он оркестровый вообще инструмент? Нет он? Почему нет? Да, есть, ну, не во всех партитурах, но некоторые авторы специально включают жалейки. Причем не в единственном числе, а три-четыре. Созвучие какое-то, да? Три-четыре. Да, да, да. Там концерт-мейтер свой, да, у них там. Первая жалейка, вторая жалейка. Это не слишком часто встречают, не слишком вот так распространять, но это действительно очень украшает. Похоже на английский рожок, да? Похоже. Очень украшает звучание оркестра. Ну, у него более такой резкий рожок. Кроме того, надо еще инструменты в наличии иметь. Да и исполнителя тоже, между прочим, неплохо бы. Исполнителя, да, ну, это как бы такое дело, уже второе. Андрей Жигалин отдал инструмент жалейка. Куда пойдете? Пойдете на трех теноров? Давайте. Есть еще один пригласительный. Вот как раз и третий пригласительный. Андрей Жигалин, у нас две персоны. Шесть человек плюсом мы к вам на позадочный концерт сделали. Успеваем задать еще один вопрос, нет? Успеваем? У меня есть еще один инструмент. Давайте еще один инструмент русский народный духовой послушаем. Любопытно узнать, угадаете ли вы его. Пожалуйста, третий отрывочек. Володя, только не русская. Ну, я нашел это как русская почему-то. Одно из ее названий... На флейт очень похоже. Вот я нашел название как Абертоновая флейта. Ну, одно из ее названий. Ну, все-таки три варианта ответа дам. Давай. Гадюка, Змеюка или Калюка? Вот именно так вот я нашел. 211-101. Гадюка, Змеюка или Калюка? Калюка. Калюка. Ну что, есть несколько секунд для того, чтобы дозвониться вам. 211-101. Я, видимо, Александр Николаевич, это поставил в тупик. Нет? Нет? Это для меня загадка. Ну вот, оказывается, как много в мире интересного. У вас в оркестре нет, значит, такого инструмента? Нет, я набираю. Вот есть такой инструмент. Ищу пример звучания. Нахожу вот такой пример звучания. Алло. Да-да. Как вас зовут? Я выбираю... А? Светлана. Да, Светлана, да. Ну, давайте третий вариант попытаемся. Змеюка. Змеюка? Калюка, Калюка. 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 Ну вот это вот... Вот я нашел, что это действительно русский народный инструмент под названием Калюка. Я это и сказала. Да, да. Мы слышали. А еще есть название Выгонка у него. Выгонка. Вот, Александр Николаевич, вам лишний повод поинтересоваться. Обязательно. В общем, правильный ответ. Да. Куда вы пойдете, что хотите получить? Это нету больше тенора-то, да? Теноров нет. Ну, если наши гости... Ну, давайте книгу «Взгляд на мир». А, хорошо. Скептик, рациональный взгляд на мир. Отличная книжка. Поздравляю вас. Спасибо. На этом завершается программа «Культ поход». Сейчас будут новости. Программа «Сделанная ветка» через 20 минут. Мы благодарим наших сегодняшних гостей. Александр Чубаров и Сергей Семешкур. Ну что, еще раз приглашайте всех на фестиваль. Первый концерт после завтра. Ждем вас всех после завтра в 5 часов. Будет замечательный концерт, замечательная музыка. Вот только что вы слышали, как отозвались выступления оркестра слушатели. Ну, надеюсь, что вам будет приятно. Будет интересно очень. Приходите. Спасибо. «Культ поход» на этом завершается. В следующую пятницу мы, конечно, вас пригласим к участию. Ну и, считайте, не забывайте о том, что еще одна замечательная программа с вопросами и вашими ответами у нас есть. Это программа «Открывашка», куда мы приглашаем к участию в первую очередь ребят, девчат. Замечательные призы. Начало в это воскресенье в 10 утра. До встречи. До встречи. КУЛТ ПАХОТ